Жизнь это не только математика, жизнь это еще и всякие экономические процессы. Пахнет какой-то пропорцией. Вот тут будет коварная ловушка. Так, вот сейчас, не понял. Так будет до конца твоего кредитного рабства. Мы должны это выплатить. Такой, не знаю, лайфхак для наших умных зрителей. Вот это вот все называется производительностью труда. ЕГЭ по профильной математике называют одним из самых сложных ЕГЭ. Но я утверждаю, что с заданиями профильного ЕГЭ может справиться любой человек, который обладает определенным высоким уровнем интеллекта. И сегодня со мной Иван. Иван это преподаватель общества знания в онлайн школе Академикс. И вместе с ним мы попробуем решить несколько заданий из варианта ЕГЭ по профильной математике. Вань. Я думаю, что многие зрители узнают во мне себя, потому что в профильной математике я вообще не силен. С вычислительными навыками у меня проблемы. Фром никаких не знаю. Но сегодня я надеюсь, что Игорь мне доходчиво объяснит некоторые моменты, которые я не понимаю. И мы успешно все задачи решим. Я тоже так думаю, друзья. Давайте начинать. Единственное, хочу вам сказать, что для тех, кто посмотрел это видео и кто оставит под ним комментарий, состоящий более чем из пяти слов. То есть можно шесть, можно семь, можно восемь, больше тоже можно. Вот. Тот будет участвовать в розыгрыше и сможет выиграть курс по профильной математике, а кровь под И-80+. Да, поэтому пишите комментарии, оставляйте их обязательно. Не забудьте про лайк. Это тоже помогает алгоритму Ютуба давать нас рекомендации. Да. Ну а мы переходим к нашей математике и пойдем к доске. Погнали. Ну что, друзья, у нас первая задача. Вань готов? Да. Поехали. Поехали. Значит, задачка будет такая. Вероятность того, что Коля наберет на ЕГЭ по обществознанию не менее 80 баллов равна 0.93. Вероятность того, что Коля наберет более 90 баллов 0.73. Ага. На эти вероятность того, что он наберет на ЕГЭ от 80 до 90 баллов включительно. Вот здесь не менее 80, то есть здесь больше либо равно 80 баллов, а вот тут более 90 баллов, то есть больше 90. Ну и спрашивают нас про, соответственно, вероятность того, что мы наберем от 80, то есть больше либо равно 80, пускай наш балл Х, до, соответственно, 90. Это задачка, собственно, переделанная задача из профильного ЕГЭ. Давай попробуем ее решить. Так, ну что, у меня был тервер в университете, и я помню единственное оттуда, что П это вероятность какого-то события, которое должно случиться, а есть вот Q, буквка, которая вроде как означает вероятность того, что событие не случится. И почему-то, я честно скажу, сейчас я не знаю, как решать эту задачу, мне просто хочется с первым действием найти вероятность того, что событие не случится. В первом случае это 0,07, во втором случае это получается единица минус 0,73, 0,27. Да, а что такое Q1? Вот если попробовать придать этому смысл, то тогда какой бы он был? Ну, вероятность того, что человек наберет меньше 80 баллов. Да. А Q2 это вероятность того, что человек наберет меньше 90. Меньше либо равно. А, да, меньше 90, либо равно 90. Вот, и нам нужно найти вероятность, что человек наберет от 80 до 90 баллов, и здесь я пока что не знаю, что делать. Но мы можем пока обсудить, вот у тебя на курсе это похоже? У тебя на курсе люди с вероятностью 0,93 набирают 80 баллов? 0,95, да, доверительная погрешность 5 процентов, альфа. Вот, поэтому, да, больше 80. А вот если мы говорим, что 0,93, вероятность того, что он наберет 80 баллов, то вот если 100 человек, то сколько из них наберет? 93 человека означает, что они наберут больше 80. Да. Вот. Окей. Пахнет какой-то пропорцией, как мне кажется, или какой-то дробью, которую нужно нам здесь. Можно попробовать, на самом деле, вот я бы предложил еще вот в этих смыслах покопаться. Потому что, если это значит, что в среднем 93 человека из 100 набирают больше, либо равно 80 баллов, а здесь 73, получается, человека из 100 набирают больше 90. Дальше, на самом деле, можно подумать, а вообще вот то, о чем нас спрашивают, оно как связано вот с этим и вот с этим. Ну, получается, х больше, равно 80, у нас 0,93, х меньше 90, это 0,27. Так, получается 0,93, 0,27. И нам нужно с этими величинами что-то сделать. По-моему, либо их перемножить, либо их разделить. Ну, вот перемножали или делили бы мы их, если бы это были какие-то два события внутри разных. То есть, вот, если, например, я с вероятностью 0,5 одеваю синие носки, а с вероятностью 0,2 красную футболку, то вероятность того, что я одену, чтобы найти вероятность того, что я одену желтый, господи, красную футболку и синие носки, мне нужно перемножить. Вот. А здесь все-таки все происходит внутри одного события. А, ну, значит, мы, наверное, вот из этой вероятности вычтем вот эту. То, что вычесть правильно, вот надо теперь понять, какую вычесть. То есть, тут надо понять, вот, что это за люди, которые набирают больше 80, но меньше 90. Что это за люди такие? Так, ну, это те, кто имеют вероятность 93 сотых, а, больше 80, но это 93 сотых ребят, 93 человека из 100, которые набирают больше 80, и люди, которые попадают в категорию, которые не набрали больше 90. То есть, вот эти, вот, 7 человек из 100, а вот эти вот, сейчас, 7 человек из 100, они вообще набрали меньше 80, а они нам не интересны. 27 человек из 100, вот эти вот. Вот эти 27 человек из 100 набрали меньше 90. Да. Вот. Но они могли набрать больше 80. Значит, нам нужно, как бы... То есть, вот, если нам нарисовать это примерно вот так, у нас есть шкала баллов, то где-то здесь стоит, соответственно, 80 баллов, а вот здесь где-то стоит, соответственно, 90 баллов. И мы знаем, что попадание вот в эту вот область, вот в эту вот область, это у нас сколько? Ну, то есть, что больше 90. Это получается 0,73. Да. Как ты посчитал попадание вот в эту область, где меньше 80? Чему она равна, что наберет меньше 80? Да, 0,07. А о чем нас спрашивают набрать от 80 до 90? Это какая область? Это получается вот эта. Да, это получается вот эта область. Вот. И тогда, и тогда... Видно, кстати, что написал-то так. Написал я здесь немножко неправильно, здесь равно тоже может быть. Ну, если взять вероятность общего единица, мы можем вычесть вероятность того, что человек наберет меньше 80 и вычесть вероятность того, что он наберет больше 90. И в результате мы получим вероятность того, что он получит от 80 до 90 баллов. Вот такая логика у меня сейчас возникла. Да, это правильно. Окей, мы пишем, получается, 1 минус 0,07 и минус 0,73. Равно, получается, это 0,93 минус 0,2. Да. Вот такая вероятность, что человек... И это действительно вероятность того, что он получит от 80 до 90 баллов, включая вот эти вот края. Ну, честно скажу, пока не нарисовали, тяжело. То есть, вот советую ребятам, кто такой же, как я в профильной математике, обязательно рисовать вот такие схемы. Но вот здесь, на самом деле, еще работает вот такая логика, я люблю объяснять так. Примерно 93% детей, сдающих экзамен, сдают на 80 и более баллов. А 73% сдают на 90 и более баллов. Тогда можно задаться вопросом, почему здесь было 93%, а вот тут, соответственно, стало 73%. Куда делись проценты? Они ушли в тех, кто набрал больше 80, но не набрал больше 90. А это ровно те, кто нас интересует. Поэтому вот на вот этих приходится 20%. Ну, и тогда это приводит нас вот к этому результату. Да, да, совершенно верно. Очень часто любят в этой задаче перемножать какие-нибудь вероятности. Даже у тебя эта интенция возникла, и это нормально. Но вот если разобраться, что здесь происходит, и понять, что мы работаем ровно с одним событием, у которого есть разные исходы, то тогда рисуя либо картинку, либо рассуждая через проценты. Вот ты это решаешь. Да, супер. Такая задача. Пойдем дальше? Да, поехали. Дальше у нас вторая задача, и это будет текстовая задача. Петя и Ваня выполняют одинаковый тест по обществознанию. Петя отвечает за час на 16 вопросов теста, а Ваня отвечает на 18. Давай попробуем это зафиксировать. Петя 16 вопросов в час, Ваня 18 вопросов в час. Значит, дальше известно, что Петя закончил свой тест позже Ване на 10 минут. Ну, это логично, Ваня работает быстрее, значит, Петя будет работать дольше. Петя больше Вани на 10 минут. Напишем так. И вопрос очень простой, и сколько вопросов в тесте. Это, опять же, реальная задачка из ЕГЭ, чуть-чуть переделанная. Ну, только в формулировках. Ну, сразу вижу отсылку к теории общества знания. Вот это вот все называется производительностью труда, когда ты выполняешь определенное количество определенных действий за какой-то временной промежуток. Собственно, это задача на производительность. Да, на производительность, на совместную работу. Ну, если у нас есть в условии, что Петя быстрее Васи на 10 минут выполнил, значит, мы можем взять, допустим, скорость выполнения Пети в минутах за х. А у нас она есть в минутах. Но скорость у нас есть. Скорость уже есть. Вопросы в час, это на самом деле есть минуты. И вот математический лайфхак обычно состоит в этих задачах в том, что за переменную надо обозначить то, что нас спрашивают. Так, сколько вопросов в тесте? Ну, получается, возьмем, что х вопросов в тесте. Да, х вопросов в тесте. Петя решает 16 вопросов за час. Получается, как это можно... Мы знаем количество вопросов, мы знаем, сколько вопросов он решает за час. Вопрос, что мы можем найти. Мы можем найти, сейчас сформулирую, х это общее количество вопросов, он решает 16 вопросов в чат. В час, получается, мы можем х поделить на 16, х шестнадцатых. И это будет? Это будет... Ну, если предположить, что х тридцать два вопроса. Три мы тридцать два поделим на 16, что мы найдем? Два часа, да. То есть время, которое уйдет у Пети на выполнение всего теста. Да. Окей. И получается, он выполнил, Петя, на 10 минут раньше. Получается, минус, и мы берем то же самое х, делим на 18 общая. И вот тут будет коварная ловушка. Коварная ловушка заключается в том, что здесь часы, а там минута. А тут минута. Вот оно, как обычно. И получается, мы должны не 10 написать, а получается 10 от 60 это 1 шестная. Да, абсолютно верно. И это идеально составленное уравнение. Большее время минус меньшее время равно разнице во времени. Абсолютно верно. Лучше здесь не написать. Отлично. Осталось это уравнение как-то решить. Насколько я помню, школьного курса надо привести все это дело к общему знаменателю. Как показывает практика, если ты сразу не получаешь общий знаменатель, ты его не видишь, то надо перемножить 16 на 18 и сделать общий. Ну, здесь, наверное, можно попробовать чуть попроще. 16 на 18 точно можно перемножить, но можно в целом посмотреть, есть ли у них что-то общего. Общего не так много, но двойка общая есть. То есть можно сказать, это 2 на 8, это 2 на 9, ну а это 2 на 3. А, сократить. Ну, посмотреть, да, какие в целом числа мы можем выбрать, чтобы содержалось все. Ну, вроде вот 2 на 8 и 9 нас вполне устроит. 2 на 8 на 9, 9 на 8, 7 из 2, умножить на 2 это 144. Да, скорее всего, это будет общий знаменатель. Получается, это нужно добавить, ну тут 16 на 16 квадрате, 144. Нет, это 12 квадрате. А, 12 квадрате, 16. Ну, то есть вот здесь нам не хватает девятки на самом деле. То есть 144 это 2 на 9 на 8. 2 и 8 есть, значит нам нужно еще 9. 9х на 144. Здесь будет минус 8х. Да, ну 2 и 9 есть, значит это 8. И равно здесь, получается, тоже умножаем ведь, да? Да, ну, да, 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 конечно. Нам нужно 144, но можно опять посмотреть, восьмерки нет, а девятки есть только тройка. Да, получается на 6. Нет. Нам не хватает здесь восьмерки и тройки. Да, 24 получается. Слышал, на ОГЭ по математике вообще калькулятор разрешили. Да. Вот упростили жизнь. Там спорный вопрос на самом деле. Там они с одной стороны упростили, а с другой стороны они дают практикоориентированные задачи, то есть теперь они могут не мучиться, подбирая числа хорошие. Теперь они могут давать любую дичь и давать калькулятор. Да, ну понятно, да, палка в двух концах. Окей, 9х минус 8х, это минус х. Плюс х, 9 больше. А, господи, да. Все. А х получается 144 равно 24 144. Теперь мы берем и записываем это как-то основное. Ну, а здесь сходу в целом можно понять, что должно стоять здесь, чтобы было. Да, х равно 24. Да. Решили. Вот, и все, да. Задача казалась, получается 24 вопроса в тесте. Ну, здесь можно дальше посмотреть, что тогда, если здесь 24 вопроса и 16 вопросов в час, то нам Пете нужно полтора часа, ну, Васе, получается, час 20. Да, да. И разница в 10 минут. Ну, вот такая вот задачка, она слилась у нас к линейному уравнению, мы ее решили. Ну, и сейчас, на самом деле, навык решения уравнений нам еще понадобится. Да. Вот, пойдем дальше. Так, ну что, друзья, теперь у нас будет, на самом деле, сложная задача. Это будет экономическая задача. Как я знаю, в общество знаний тоже есть тема экономика. Есть такая. Ну, и вот, как раз мы сейчас попробуем на экономических задачах посмотреть с двух ракурсов. Да. И с точки зрения математики, и с точки зрения экономики. И, возможно, мы увидим, что, на самом деле, то, что вроде очевидно с точки зрения математики, не так просто с точки зрения экономики. Да, да. Вот. Значит, Андрей планирует 15 декабря 2023 года взять в банке кредит на два года в размере 55 тысяч рублей. Ну, странный, наверное, шаг, брать 55 тысяч рублей, но нам нужно было, чтобы не очень были большие вычисления. Не знаю. Хочет купить своей жене мобильный телефон за 55 тысяч рублей на два года. Вот. Сотрудник банка предложил Андрею два различных плана погашения кредита, описания которых приведены в таблице. Значит, я здесь немножко просто поговорю и нашим зрителям напомню. В целом, существует ровно две схемы, по которым вам могут предложить кредит в банке. Это схема аннуитетных платежей и это схема дифференцированных платежей. Обычно будут предлагать именно аннуитет, но если вы будете брать ипотеку и почитаете кредитный договор, это стоит делать? Кредитный договор читать? Конечно, стоит. Ну, гражданское право, без него, возможно, очень сильно влететь на деньги. Ну, вот-вот. Вот еще одна причина. Учить общество знания. Короче, в общем, если вы будете читать договор, скорее всего, вы там про аннуитетный, про дифференцированный платеж что-нибудь найдете. Так вот, здесь наша цель их посравнивать. В любом случае, нам дают кредит под 20% годовых. Это по нынешним реалиям много, мало. Это по нынешним реалиям, согласно ключевой ставке, которую центральный банк установил, вот где-то сейчас 19-20% в такие кредиты не летают. Получается, что вот, да, примерно это и есть. Растет ключевая ставка, растет ставка по кредитам. То есть, сейчас она очень большая. Вообще, для бизнеса российского хорошо, чтобы она была 6. Ну да. Но сейчас мы имеем 20. Окей. Вы, кстати, это проходите на курсе? Про ключевую ставку, центральный банк, да. То есть, мы это обязательно проходим. Супер, что в обществознании про это говорят. Значит, и дальше у нас есть план. У нас есть аннуитетный платеж. Так. В аннуитетном платеже суть в том, что у нас будет первый платеж X, и второй платеж тоже будет X. То есть, они будут абсолютно одинаковые. Это удобно. Ты пришел в банк, тебе сказали, дружище, каждый месяц или каждый год ты плачешь одну и ту же сумму, она у нас X, и так будет до конца твоего кредитного рабства. Вот. А есть другой вариант. Он чуть посложнее. Это дифференцированные платежи. И он заключается в том, что когда нам дают кредит, нам вот эта вся наша сумма, которую нам дали, 55 тысяч рублей, нам ее делят ровно пополам. На две одинаковые части. Ну, получается, если было по 55 тысяч, по сколько там части будут? Ну, по 22,5. 27,5, да. 27,5. Да. Я 22 сказал. 22, это было бы 40-45 тысяч. Если бы банк так ошибался, то всем бы было хорошо. Да, поэтому не работаю в банке. Ну, да. Значит, вот такие вот части. На них в первый год набежит 20%, плюс 20%, и мы все вот это заплатим. Дальше. У нас останется вот столько. На это тоже набежит 20%, но теперь уже эти 20% будут меньше, потому что долг меньше. Ну, и мы опять же возьмем платеж и все вот это заплатим. Вот такие две схемы, и нам предлагают, соответственно, понять, а где мы заплатим меньше. Вот, в каком случае мы заплатим меньше. Окей. Вот, и вот давай попробуем как раз посчитать, сколько мы выплатим в каждом из вариантов, и, соответственно, разберемся. Что нравится больше? Сразу, на глаз. Что нравится больше? Ну, можно, да, давай. Ну, наверное, мне больше нравится второй вариант. Второй вариант. Это правильный ответ. Здесь мы действительно заплатим меньше. Вот. Ну, давай попробуем его посчитать. Давай попробуем его посчитать. Ну, собственно, мы знаем, что мы заплатим вот это, вот это, вот это и вот это. Окей. Нам, на самом деле, надо посчитать вот это и вот это только. Ну, мы, получается, умножаем 27500 рублей на 0,2. Угу. Получаем 20%. И это мы найдем вот эти 20%, которые набежали во второй год. Да. Угу. Да. И получается, как это правильно сделать? Ну, здесь, на самом деле, есть фишка от того, что мы это делили на 2. Да. А здесь мы на 2 умножим. Угу. Если мы делили вот это на 2 и получили вот это, то если мы вот это умножим на 2, мы получим... Так мы же на 0,2 умножаем. Ну, мы умножим на 2, а потом еще запятую переставим. Окей. Это получается 55 тысяч, и мы запятую переставляем. Да. Ага. Получается 5500. Да. То есть, во второй год проценты мы заплатим 5500. А теперь нас интересуют проценты в первый год. Проценты в первый год. Окей. На что они начислятся в первый год? Они начислятся на общую сумму. Да. На общую сумму. Это получается 55 тысяч. Угу. Да. Ну, не знаю, я вот не силен именно в вычислительной математике, поэтому я сделаю вот так вот на 0,2 и тут нолик зачеркну и получу 5500. 5500 умножить на 2, это 11 тысяч. Да. Все абсолютно верно. Здесь можно было бы какие-то мозги включить и поговорить про то, что на самом деле, если вот здесь была одна часть, а здесь две части, значит, должно быть два раза больше, чем здесь. Ну, то есть, у нас получилось как раз в два раза больше. Ну и тогда общая сумма выплат, чему равна по вот этому кредитному плану? Ну, 5500 плюс 11 тысяч и плюс тело кредита само, да? Плюс 55 тысяч. Угу. Ну и остается это посчитать. Да. Это получается 61 и плюс 11 это 70. Только не 60, а 60, 60, 60, 500 плюс 11. А, да, 55 же точно, да. 60, 500 плюс 11 это будет... 60, 500 плюс 11 это 71. Угу. Да, да, это абсолютно верный ответ. Вот по этой схеме мы заплатим. Вот так, при этом первый платеж, первый платеж у нас будет, соответственно, 11 тысяч плюс вот это. То есть, 38, 500. Вот. А второй платеж у нас будет плюс, соответственно, 5, 500. Угу. 27, 500 плюс 5, 500 это будет 33 тысячи. 33 тысячи. Вот. Ну и вот такими двумя платежами мы, соответственно, выплатим весь наш кредит. Первый платеж больше, второй меньше. Ну вот в результате мы получаем вот такую сумму выплат. Да. Вот. Теперь вот такая схема, и она, конечно, она, конечно, немножко сложнее. Вот. Ну, тоже здесь справимся. Здесь, к сожалению, нам придется составлять уравнение. Так. И для этого давай мы попробуем задаться вопросом, какой будет долг через один год. Долг через один год. 55 тысяч плюс получается 20 процентов. Да, и еще мы x выплатим. То есть, 55 тысяч плюс 20 процентов. Вот есть хитрый способ, как можно не добавлять 20 процентов, а в одно действие. То есть, если мы добавим к 100 процентам 20 процентов, мы получим 120 процентов. Как от числа в одно действие найти 120 процентов? Если здесь мы на 0,2 умножали, то там надо. Ну, получается, я честно не могу сообразить сейчас вот сходу. Ну, то есть, если 20 процентов это дробь 0,2, нам здесь нужно 120 процентов найти. Ну, 1,2. 1,2, конечно, ты на самом деле все можешь. Ну, и дальше, и дальше, вот мы x выплатили. Ага. И вот это вот наш непонятный долг через один год. Мы с ним пока ничего сделать не можем. Ну, кроме, наверное, на 1,2, если хочется, можем умножить. Да, можно. Да, вот. Ты бы как умножал? Зачем на 1,2 умножать? Ну, у нас был долг 55 тысяч, он должен вылить на 20 процентов. Вот это просто посчитать. Я понял, сверху на x. Ну, как, получается, я бы расписал это следующим образом. Вот, я бы тебе предложил 1,2 дробью записать. Это прямо суперфишка, которая для тех, кто решает экономическую задачу. 1,2 это получается целых 2 десятых. А прям как читается? 10 вторых. Нет, 1 целая. 12 десятых. Да, 12 десятых сразу можно сократить. Это еще для... Окей, сократим, допустим, тут только на 2 можно сократить. Да. Да, получается, это 6 пятых. Давай я у меня... Ну, ладно. Да, я думаю, видно. У меня experience в стирании. Ага. Я только этим не занимаюсь. Да, вот 6 пятых. Ага. Будем надеяться, что видно. Вот. Ну, и теперь, почему это хорошо? Потому что 5 и 55 тысяч, они вроде сокращаются. Да. Тут будет 11. И на 6 сразу можно. На 6. 66. Ну, да. Так, да? Да. Все, теперь тоже умею. 66 тысяч. Минус x. Вот это то, что мы имеем через год. Дальше нас, наверное, интересует долг. Долг через 2 года. Если мы через 2 года заплатим кредит. То, с одной стороны, чему должен быть равен этот долг? Через 2 года, если мы весь кредит выплатили. Ну, 55 тысяч плюс 20... Плюс 40 процентов. Нет. 55 тысяч плюс 20 процентов. И вот от этой суммы еще плюс 20 процентов. Да, да, абсолютно верно. Ну, а еще он должен быть равен нулю. Да. Потому что мы все выплатили. Вот. Ну, и тогда мы сейчас посчитаем этот долг, как ты только что предложил. Приравняем это к нулю, получим уравнение и решим его. Получается 55. А, тут удобнее вот это прям брать. А, ну да. Ты же знаешь, что у тебя долг вот такой. Окей. 66 тысяч минус x. Так, мы приравниваем. Нет, мы еще пока не приравниваем. 20 процентов от этого берем. Да. И получается еще 20 процентов от этого взять? Или можно взять? Нет, смотри, вот сейчас ты взял от своего долга 20 процентов. Но если ты просто возьмешь 20 процентов, это не будет твой долг. Твой долг увеличился на 20 процентов. Значит, на самом деле, ты еще к этому должен прибавить весь свой долг до этого тогда. Ну, то есть, у тебя было вот столько ты должен и еще 20 процентов. Да. Значит, вот это тоже должно быть тогда. А, понял, да. Вот. Да, 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 все, я понял. Это первый. Ну, здесь можно было вот сразу на 1,2 умножить, не записывая эту длинную строчку. Ну, то есть, здесь 1, здесь 0,2, вместе это 1,2, как мы сделали вот здесь. Ну, по факту, это тоже более чем правильно. Вот, вот столько мы будем должны. Дальше что у нас происходит? Вот мы получили долг после начисления вторых процентов. И все это равно нулю? Ну, пока это не равно нулю, пока это наш огромный долг, он не может быть равен нулю нам. У нас мы сколько-то были должны, нам еще процентов накинули. И что-то мы с этим должны сделать. Мы должны это выплатить. Ну, фактически мы должны это выплатить. Да, мы договорились, что выплата у нас x. Значит, я должен выплатить отсюда x. Так, вот сейчас не понял. Смотри, ты был должен вот столько. Да. Потом тебе начислили еще 20 процентов. Да. А потом мы договаривались, что мы выплачиваем долг. Да. Причем одинаковыми платежами. И поэтому мы выплачиваем здесь x. И мы договорились, что после этого x мы ничего не должны. Да. А это значит... Равно нулю, да? Равно нулю. И вот мы получили уравнение. Мы его сейчас, наверное, решим. И когда мы его, собственно, решим, мы и найдем размер платежа. А если мы будем знать размер платежа, мы будем знать, сколько мы всего выплатили банку. Окей. Окей, да. Остается решить. Ты в целом можешь вот тут писать. А, ну все, замечательно. Много места. Ох, вспоминаю школу. Угу. Плюс 66 тысяч умножаем на 0,2. Я сделаю можно по-колхозному немножко. Но я думаю, что мне, мои зрители, это простят. И я умножу вот так вот на 0,2. Я вот, когда в уме считаю, вы, наверное, уже увидели, я постоянно косячу, когда пытаюсь что-то... Это надежность, мы за надежность. Вот. И получается здесь минус на 0,2. Это минус 0,2х. Угу. И минус. Минус 0, да. Равно 0. Равно. Да. Давай напишем равно 0 и просто... А дальше типа числа в одну часть. Окей. Их и другую. Окей. 66 тысяч. Здесь минус x, минус 0,2х. Это минус 1,2. И минус еще x. Это минус 2,2. И мы перенесем это. А давай прямо сразу, да, вот здесь напишем равно. Перенесем, да. 2,2х. Ага. Супер. Так. А здесь получается 66 тысяч по 0... 6,600 умножаем на 2. Это будет 13200, если я не ошибаюсь. Абсолютно верно. 13200. Да, это наше уравнение. И 66 плюс 13200, это 79200. Да, абсолютно верно. Равно 2,2х. Вот, все. Задача сверлась к такому уравнению, которое нам теперь как-то нужно решить. Ну, там 79200 мы делим на 2,2. А получается, если мы делим на 2,2, это мы умножаем. Можно просто на самом деле на 10 домножить, и здесь будет еще один нолик, а там будет 22. Самое простое точно. А, только внизу. Нет, нет, делить на 22. Просто дроби запиши. Да, 22. Вот. Ну и теперь эту дробь удобнее всего сокращать, чтобы ничего не выдумывать. На 2 сокращения как будто напрашивается. Напрашивается. Это будет 38100. Нет, 39600. Да. 39600. Здесь 11. Угу. Да. И здесь уже, мне кажется, 11 только на себя делится. Да, да, 11 простое число. Здесь есть оптимистичная штука. Это такой, не знаю, лайфхак для наших умных зрителей. Если вот число делится на 11, если вот так взять числа и, соответственно, взять числа вот так, здесь сумма 3 плюс 6 плюс 0, 9, здесь сумма тоже 9, их разность 0. Если их разность 0 или число, которое делится на 11, значит точно поделится. Я понимаю, что 0, значит у нас все хорошо, значит разделится на 11. Ну окей. Здесь хоть в столбик, хоть как-то. Я бы, наверное, в столбик делил. Да, я тоже попробую вспомнить, как это делается. Угу. Так, получается мы берем 39. Сколько? Это 3 раза по 11. Это минус 33. Получается здесь 6. Мы берем отсюда шестерку. Это 6. Руки-то помню. Да, руки помню. Так, здесь 66. 0 и получается дописываем еще 2 нуля. Да. Да. Получается 3600. Да, единственное, мы забыли вот здесь, когда делили, еще один нолик написать. Вот это у нас здесь было 3 нолика, значит здесь тоже 3 нолика, значит здесь 0 и здесь здесь. 36000, да. Ну и где-то давай напишем, что x равно x равно. Вот. Ну и тогда получается, вот по второму плану, сколько мы отдали? Ну получается 36 тысяч умножаем на 2, правильно? Это 72 тысячи. Это, соответственно, 72 тысячи. Да, вот. Действительно. Получается вот такой результат у нас во втором случае, то есть первым была 71 500, во втором 72 тысячи. Да. Ну и теперь, наверное, нам нужно поговорить о каких-то выводах. То есть, с одной стороны кажется, что вот это лучше. Да. Да. Но с другой стороны, вот здесь у нас два раза было по 36 тысяч, а тут было 38 500 и 33. Да. Ну и вот, не знаю там. Ну если взять процесс инфляции, который у нас происходит каждый год, то вот вопрос, да, вот 36 тысяч, там, средний процент инфляции в стране, 15 процентов, это будет одна сумма, а 38 500, это будет сумма на порядок больше. Ну да. Ну и на порядок, но больше сумма. Ну здесь разница 2,5 тысячи. Да, 2,5. И вот здесь мы заплатим 2,5 тысячи до инфляции, а вот здесь мы заплатим 3 тысячи после инфляции. Вот видимо вопрос, что лучше 2,5 до инфляции или 3 после. Ну смотря какая инфляция. Да, зависит от инфляции. Там задание не дано? Нет, задание не дано. Но как раз вот разница-то и получается, что-то вот там в районе 20 процентов. Ну то есть тут не все еще однозначно, какая штука ближе, но вот если вы хотите разбираться с такой инфляцией, как она влияет и еще более взвешенно принимать решения, потому что вроде математика говорит нам очевидный ответ, но жизнь это не только математика, жизнь это еще и всякие экономические процессы и много чего. И вот для этого, мне кажется, и надо учить общество знания. Конечно, что такое инфляция, дефляция, вдруг если в стране дефляция, там вообще все по-другому будет. Ну я могу догадаться, что такое. Я хотел сказать, что я не знаю, но мне кажется... Обратный процесс инфляции, когда у нас покупательная способность денег только растет. Ну еще мы про ключевую ставку поговорили, про Центробанк такая супер насыщенная задача. То есть взаимодополняющий предмет общество знания, профильная математика. То есть если ты знаешь, что умеешь решать задачи на кредиты, то ты и в общество знания сможешь решить. Там 24-е, 19-е задания. Потому что у нас в предмете, например, нам считать ничего не нужно. Нам нужно просто знать, что такое кредит, какие принципы кредитования есть, в чем его основная идея. И что это внешний источник финансирования бизнеса. Фактически на этом все. То есть математика, конечно, для меня лично это всегда было намного сложнее, намного более детальнее. Я четко могу сказать, что если ты решаешь экономические задачи, какое-то понимание экономических процессов, ты точно должен иметь в виду. Потому что мы с тобой рисковали вот здесь получить ответ 3600. Но любой, кто соображает, он понимает, что сделав два платежа по 3600, невозможно выплатить кредит в 55 тысяч рублей. Ну это уже подключается то самое экономическое мышление, которое, как мне кажется, в том числе и ты у своих учеников развиваешь. Ну конечно, да. Единственное, что надо, что хочется сказать тем, кто зовет профильную математику. У меня с детства постоянно мой преподаватель говорил, плохие вычислительные навыки. Не внимательно, везде ноль теряешь. У меня что-то посчитал неправильно, минус. Поэтому я для себя по жизни в целом выработал такое правило, что я все перепроверяю несколько раз. Сейчас мы так импровизируем, но вот как здесь, например, мы дробью записали, потому что я знаю, что я могу в этом деле ошибиться. Поэтому я думаю, что у современных одиннадцатиклассников много таких тоже сложностей есть, что там постоянно минус забывается, там вот такие вот обидные ошибки, за которых баллы теряются. Никогда не поленитесь нормально расписать, сделать так, чтобы точно было правильно. Ну, для человека, который не тренируется решать эти задачи нон-стопом, ты все делал очень четко. Ну, надеюсь, надеюсь. Вот, друзья, мы хотим предложить вам такую штуку. У вас было три задачи, и вы можете рассказать, вот, как они вам, что вы думаете про математику, общество знания, общество знания в математике. И между любым комментарием, который будет содержать в себе больше, чем пять слов, вот, мы разыграем месяц нашего курса «Кровь, пот и 80 плюс». Вот, ну и, собственно, поэтому пишите, что вы думаете. Вот, и самое главное, не забудьте сходить на канал к Ване, ссылочка будет в описании, где вы увидите аналогичное видео, где я попробую решить общество знания, а Ваня будет мне помогать это делать, вот, и я попробую выступить настолько же достойно, насколько Ваня справился с математикой. Да, посмотрим, посмотрим, как общество знания пойдет. Когда мамка вам будет говорить, что, сынок, ты проводишь за телевизором всю свою жизнь, ты скажешь, я к общаге готовлюсь. Так и надо. Да. Вот, поэтому переходите, подписывайтесь, смотрите видео. Да, спасибо, что смотрели. Спасибо большое. Да, пока-пока. Счастливо. Спасибо.